Это Вести Бескиселева, наш совместный проект реальной журналистики и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Обнулился хозяин, обнулились и холопы. Граммофон российской власти Соловьев на всю страну пожаловался на обнуление своего ютуб-канала. Жалкие шапки, обслуживающие Ходора, кровавые деньги вас так привлекают? Ну, правду-то говорить можете? Или, как всегда, немножко бздите? И выходите, ставьте лайки, а то я смотрю, понабежала сволота разная. Реакция властей оказалась незамедлительной. 18 ноября Роскомнадзор потребовал от Google вернуть канал пропагандистов в тренды ютуба и не воспрепятствовать росту соловьиной аудитории. А буквально на следующий день в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий вводить санкции против информресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Оказывается, не перевелись еще смельчаки да богатыри, способные ограничить доступ к пропагандистским материалам. А может это и не происки транслятора, а запуск мозговой деятельности россиян, которые наконец-то проснулись и решили посмотреть на этот мир шире, минуя ложь и пропаганду. И тем не менее на цензуру уже пожаловала Симоняна, также РИА Новости и Крым-24. Если закон одобрят, то Роскомнадзор получит право полного или частичного ограничения доступа к таким сайтам. Что? Блокировка ютуб? Да слюни пусть подотрут. Телегу вон уже блокировали-блокировали, да не выблокировали. Рогозин споет, Захарова станцует. Вопреки запретам Роспотребнадзора ограничить любые корпоративные мероприятия, МИД России у нас все-таки попляшет. В Новый год за 5 миллионов рублей. Соответствующий конкурс на проведение праздника уже размещен на сайте госзакупок. По нему организатор должен будет установить 4-метровую елку. А также закупить 400 подарков для гостей и развлекать чиновников с 10 часов вечера старого года до 4 утра нового года. Правда, кто балагур не упоминается. Ведь накануне певец Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние телевизионные огоньки. Ну типа вы оставили нас без хлеба, а мы вас и ваших телезрителей без зрелищ. Вот так вот. А теперь, друзья, давайте честно признаемся друг другу. Ну кто из вас в новогоднюю ночь смотрит на эти искусственно счастливые лица и слушает этот фанерный балаган? Я глубоко уважаю творчество любого артиста, но благополучно переживу. Особенно понимая, что новогодние огоньки это социальная нагрузка для артистов. И открывать рот бесплатно никто из них не хочет. Лещенко, например, поддержал коллегу по цеху, заявив, что артисты должны за это получать хотя бы какие-то гонорары. А партия коммунисты России в словах Меладзе и вовсе нашла призыв к саботажу и массовым беспорядкам. Так что, Валерий, аккуратней. Ой, кого я вижу? В России никак живете. Должны осознавать, что все сказанное вами, может быть, закончите сами. Страшно выходить на улицу? Так беги, Миша, беги! Вы из какого общества, ребята? Трудовые лидеры. А что, Динамо бежит? Все бегут. Михаил Дегтярев, считающий Хабаровский край очередной быдлополосой России, может остаться без охраны. В этом ему собирается помочь депутат Заксобрания Петр Емельянов. На эту неделю он обратился в прокуратуру, чтобы разобраться в законности и целесообразности охраны Хабаровского в Рио, потратить на которую планируется 33 миллиона рублей из денег налогоплательщиков. Получается, что никому не нужный и всеми отвергнутый в Рио испугался мирных хабаровчан, которых, кстати, почему-то не боялся экс-губернатор. Сел, подумал и решил, не хотят уважать, пусть платят. И разместил тендер на оказание соответствующих услуг на сайте госзакупок. Но еще страшнее в этой ситуации выглядят доводы самого Дегтярева. Оказывается, что информацию о надвигающейся угрозе в Рио губернатора слила его агентура. Тут остается только радоваться, что хоть не голоса в голове. Но ты, Миша, все делаешь очень правильно. Боишься, значит, уважаешь. А если хабаровчане побьют, значит, любят. И не перепутай. Махнулись, не глядя. Машинками на этой неделе решили поменяться омские чиновники и омские врачи. Ранее в СМИ просочилась информация о широком жесте правительства Омской области, щедро одарившего местных медиков машинами из собственного автопарка. Но не успев проглотить слезы радости, общественность узнала обратную сторону медали. Это же Россия, детка. Тут как бы подвох, само собой разумеющееся. Оказывается, жест доброй воли продиктован отнюдь не заботой о здравоохранении и жителях региона, а необходимостью обновления чиновничьего автопарка. Как пояснили в пресс-службе губернатора Омской области, цитата, некоторым автомобилям уже более 15 лет. Машины с большим пробегом часто ломаются и требуют дорогостоящего ремонта. Обновление автопарка позволит заменить неисправные автомобили, снизить нагрузку на бюджет, связанный с содержанием транспорта. Конец цитаты. Всего в регион закупят 37 автомобилей на общую стоимость 53 миллиона рублей. И вопреки пропиаренному импортозамещению, это не отечественный автопром. Вот такая она Россия. Дистанционка на березе, голосование на пеньке, лечение на стуле, зато чиновник в иномарке. Да, и кстати, 65 миллиардов рублей потратят на проведение интернета в Арктике. Ни стыда, ни совести. Человек с громким именем Володя в очередной раз подумал о России. Но не тот Володя, о котором с надеждой подумали вы, а губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. На днях он узнал, что заразился новейшим вирусом. А вот узнать, каково это, лечиться в условиях оптимизированного здравоохранения, почему-то не захотел. И на народные деньги в рамках ОМС решил махнуть лечиться в центровую частную клинику Москвы. Ну, типа, чтобы койки тяжелобольных не занимать. А что же вы, Володя, этих тяжелых вместо себя в Москву не отправите? Раз уж о народе так думаете, а? Но после соответствующего резонанса в СМИ Сипягин решил оплатить свое лечение сам. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Сегодня уже стало известно, что чиновник добрался до клиники и уже начал лечиться. Вот только его благородство, в жирных кавычках, не дает горожанам покоя. Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы узнаем, что и перелет господин Сипягин осуществлял на частном самолете, деньги на который были выделены из бюджета. Ну, снова из благородных побуждений, чтобы не заразить соседей по первому классу. Вот такой была эта неделя в России. Друзья, я напоминаю, что наш канал называется Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатией. Пообщаемся. Помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и добавляйтесь в друзья, мы есть во всех соцсетях. Я благодарю вас за внимание, всех люблю. Пока-пока.